Здравствуйте! В эфире «Право на защиту». Каждую неделю лучшие праведы края и самые авторитетные эксперты отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня мы поговорим об ответственности за семейное насилие. Как защититься от домашних побоев и почему эти, в общем-то, насильственные действия не всегда влекут уголовную ответственность, об этом мы попросили рассказать нашего гостя. Это Алексей Запьянцев, заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по краю. Алексей Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, в народе говорят, бьет, значит, любит. Наверное, с этим была связана декриминализация семейных драк. Вот насколько это вообще оправданно? Ну, на самом деле, это не оправданно. Если бьет, это не значит любит однозначно, потому что ты любимому человеку никогда не пожелаешь ни причинения вреда, ни в коем разе. Это первое место. Второй момент – это декриминализация, это законодательная инициатива, которая пришла снизу по большей части, связанная, по мнению общественников, с значительным количеством привлеченных лиц к уголовной ответственности. И немного смягчение ситуации, связанное в первую очередь с тем, что в первую очередь это как бы семейные вопросы, а в семью не всегда всем нравится, что кто-то влазит, особенно там органы внутренних дел, значит, с привлечением к ответственности. Но при всем при этом какая-то ответственность должна была остаться. Поэтому у нас и возникло изменение в действующем законодательстве. Введены были в свое время две новые статьи. Это в Кодекс административного правонарушения, статья 6.1.1, так называемая побои, и в Уголовный кодекс статья 116 была переобразована в статью 116.1. То есть вот как бы основные причины вот этого вот. Вот с этими изменениями как раз законодательства определенная путаница есть. И поэтому давайте четко еще раз скажем, вот когда и за что установлена административная ответственность агрессора, а в каком случае этот самый горе-боксер уже может угодить в тюрьму? Ну, в первую очередь, значит, у нас административное, в любом случае, на первоначальном этапе, у нас любое причинение телесных повреждений, если оно не образует другие составы преступлений, это, значит, административное правонарушение предусмотрено Кодексом административного правонарушения 6.1.1. Значит, сотрудники полиции осуществляют соответствующий сбор данного материала и направление для принятия решений в мировые суды, где уже принимается решение виновности лица и выносится решение, то есть приговор либо о штрафе, значит, либо об административном так называемом аресте. Но это уже административное наказание? Да, это административное наказание. Значит, в дальнейшем при повторности этих действий, это не обязательно в отношении этого жилица, При повторности правонарушителям аналогичного деяния образует уже состав статьи 116.1, то есть это причинение телесных повреждений, побоев. Причем в данном формате потерпевший, материал направляется в мировой суд для рассмотрения и возбуждается в соответствии с действующим законодательным мировым судом. Но при этом потерпевший уже выступает в роли как обвинителя, так и потерпевшего. И в силу действующего законодательства его уже желание будет являться основанием дальнейшим либо расследованием, либо прекращением этого дела. Так, к примеру, у нас только за прошлый год по повторным очевидным материалам в отношении лиц было направлено более 400 соответствующих материалов для возбуждения уже статьи 116.1. То есть уже для возбуждения уголовного материала. Да, но при всем при этом, значит, итоговое решение, все-таки, значит, у нас до итогового конца логически подошли только 8 материалов. То есть, как правило, жертвы на стадии даже судебных разбирательств, как правило, отказываются, либо примеряются. Ну, это понятно, это семья, да, они сегодня дерутся, завтра у них уже любовь. А скажите, вот с терминологией тоже важно, конечно, определиться. Вот и там, и там это побои, да, административная ответственность, уголовная. А вообще, с юридической точки зрения, побои, это что? Вот сколько раз нужно вдарить или как сильно, чтобы за это было наказание? За наказание, за это может быть наказание даже с первого удара. Еще раз говорю, каждая ситуация в данном контексте, она индивидуальна. То есть, это может быть не только удар, это может быть и дергание волос, и щепки. Тут сам процесс именно важен и причинение физической боли. То есть, это один из составов деяния. А уже второстепенно, это уже причинение телесных повреждений. Ну, в любом случае, как бы, за любые действия в отношении лица, которое нарушает его права и свободы, предусмотрена административная ответственность первичная. Еще раз подчеркну, если не образуется иных составов. Ну, а вот, а если это не просто боль, а уже вред здоровью причинен, уже возникли кровоподтеки, ссадины, это уже не побои? Опять-таки, квалификацию дают в соответствии с уже пройденным судебно-медицинским экспертизой, значит, в отношении лица, и она уже дает. Если причинен там легкий вред здоровью, то это уже будет не административная ответственность. Но, опять-таки, еще раз подчеркну, каждая отдельная ситуация, она индивидуальна. И вот сходу, даже вот сейчас разобраться в каждом моменте достаточно сложно, потому что у нас очень важно, с причинением предмета были они причины, или это было, к примеру, там тоже удушение. То есть они составов очень много, начиная там от легкого вреда здоровью, заканчивая истязаниями, угрозой убийства. Они как бы очень смежные, только специалист, в данном случае сотрудник полиции, может разграничить на первоначальном этапе, ну и дать какие-то рекомендации. Ну вот, по данным судебного департамента при Верховном суде России, за 6 месяцев 2020 года к административной как раз ответственности за побои было привлечено более 50 тысяч наших граждан. А уголовную ответственность за те же самые синяки и разбитые носы, то есть уже за легкий вред здоровью, о чем вы сейчас говорите, осуждается в разы меньше людей. Вот это разве справедливо? Нормально? Ну, здесь в данной ситуации законодатель пошел по принципу, что данная ситуация дело каждого, и каждый уволен либо примириться, либо, как я уже подчеркивал, на данной стадии, в любой стадии расследования дела, по статье 116, потерпевший имеет право примириться с обвиняемым. Значит, в этой связи, опять-таки, уже сказали, что это все-таки домашнее насилие, и виновная сторона все-таки пытается каким-то образом загладить, в том числе свою вину, найти какой-то компромисс, не желая наступления негативных последствий. Поэтому я вот в данном формате вижу только одно, это мягкость сердца потерпевшего. Скажите, а вот если подрались дети, подростки, очень распространенные ситуации, многие дерутся, и здесь вот кто и за что будет отвечать, если, например, у одного драчуна синяк под глазом, а второго царапины на шее? В данной ситуации, значит, по общему правилу, в любом случае несовершеннолетние при достижении возраста административно ответственности будут привлечены по статье 6.1.1 Кодекса административных правонарушений. Если они достигают ответственности, соответственно, значит, в отношении будет принято решение о прекращении дела, ну, в любом случае, в отношении родителей будет уже принято решение, значит, либо о привлечении к ответственности, в зависимости, там, опять-таки, еще раз говорю, ситуации, они уникальны, каждая сама по себе, либо о привлечении к ответственности, либо о непривлечении. Ну, в любом случае, как правило, с целью, о профилактике и недопущении подобного, в дальнейшем осуществляется постановка на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних и дальнейшая их профилактика. Вот этот возраст, когда уже сам ребенок будет нести административную ответственность? По общему правилу 16 лет. 16 лет за вот эти вот тычки пощечин и удары уже наступает ответственность. А само учебное заведение здесь нет ответственности никакой? Ну, вы же понимаете, мы в любом случае, каждый субъект профилактики несет в той или иной степени ответственность. Мы каждый формируем мирозрение, в том числе несовершеннолетние, каждый вкладываем по мере своих сил, своего функционала в данных несовершеннолетних. И если ситуация какая-то выходит из-под контроля, естественно, что недостаток работы всех субъектов профилактики, не только школы, но и где-то родители. В практике описан случай, реально, который был, когда 96-летний пенсионер побил тростью свою 95-летнюю супругу только за то, что он не мог найти гвозди и подумал, что жена их у него украла. Они, конечно же, помирились по итогу, как это часто бывает. А в целом я хочу спросить, какие вот рекомендации можно дать жертве вот такого насилия? В любом случае, если в отношении вас совершено противоправное деяние, значит, необходимо обратиться в органы внутренних дел. Сотрудники полиции являются универсальным фиксатором произошедшего. При этом необходимо в первую очередь выяснить, кто все-таки являлся у вас свидетелем. То есть, если у вас это даже не получилось, сотрудник полиции в любом случае будет выяснять и собирать в полном объеме материал. Значит, может быть, кому-то вы сообщали об этом. То есть, это тоже очень будет важно. Значит, в дальнейшем при написании заявлений очень важно именно детально рассказать о том правонарушении, которое в отношении вас совершено. Сотрудник полиции выдаст вам направление на прохождение судебной медицинской экспертизы, которая уже определит степень вреда здоровью. И в дальнейшем уже зависимость, еще раз говорю, каждая ситуация абсолютно уникальная и не поддается под общие форматы. Уже вынесет решение либо составление административного материала в отношении лица, либо, если еще раз подчеркиваю, не образует состав уже уголовного преступления. Поэтому в данном формате только одно, максимально фиксировать. Фиксировать, возможно, даже при нанесении телесных повреждений, как часто бывает, например, там же пощечина, да. Но этот факт того, что покраснение лица необходимо зафиксировать, потому что не всегда прибывают сотрудники полиции в ту же секунду. Это к моменту прибытия может просто сойти. Хотя бы сфотографировать на собственный телефон. Я об этом и говорю. Хотя бы даже сфотографировать на собственный телефон. То есть даже в моей практике в территориальном органе были случаи, когда причинял телесные повреждения, хватая за руку, выкручивая руки, и телесные повреждения потерпевшие сфотографировал. В дальнейшем по прибытию наряда их уже не было в силу физиологической особенности организма. Но как бы там ни было, в дальнейшем лицо было причинено к ответственности на основании уже вот этих вот данных. Ну и помириться они все-таки могут в любом случае, но от административной ответственности. Это не освобождает, а от уголовной как раз освободить может насильника. Это основная проблема. Многие думают, что если причинили телесные повреждения, он написал заявление, в первый раз это было, потом передумал. Нет, это не освобождает от административной ответственности, потому что в данном формате орган внутреннего дела выполняет свою функцию части привлечения за нарушение действующего законодательства, именно привлечения к административной ответственности. Лицо за совершение конкретного деяния, которое посягает на общественный порядок. При повторности, здесь данный состав, как раз это и отличие статьи 6.1.1 при повторном совершении, оно является частным обвинением и возбуждается не иначе, как по заявлению. Об этом в заключении буквально минутка у нас осталась. Спрошу вас. По данным Верховного суда, вы в принципе тоже эти цифры уже называли, прекращается более половины уголовных дел, как раз этого самого частного обвинения, по побоям, по легкому вреду здоровья, за как раз там и в том числе примирением с потерпевшим. А реально привлекается к ответственности менее трети всех насильников. На ваш взгляд, может быть, уже нужно повысить роль полиции, активную роль полиции вот такого рода уже в уголовных делах, поскольку жертва-то сама часто не справляется со своей защитой? К сожалению, вынуждены констатировать, действительно, вы абсолютно правы, привели в достаточно правильную статистику. Действительно, даже при семейном насилии в отношении второй половины, в любом случае мы ставим на учет лицо, совершившее правонарушение, в дальнейшем профилактируем, но, как показывает практика, некоторые не до конца понимают всю свою ответственность в данном контексте и продолжают совершать правонарушение. В дальнейшем они мирятся. У нас уже были неоднократно случаи, когда это приходило в привычку правонарушителя, потому что, как таковая, штраф, как правило, выносится 5 тысяч, к примеру, санкция от 5 до 30 тысяч, либо арест. То есть именно те люди, которые уже привыкли к этому, не несет для них серьезного эмоциональной нагрузки в части... Становится нормой жизни. Да, становится нормой жизни, и они не прекращают противоправные своих действия. Значит, и уже мы неоднократно фиксировали, приводят к достаточно тяжелым, тяжким последствиям. В части, там, причинение тяжких уже вредоздорований или убийства. Поэтому в данном контексте правильно было бы все-таки рассмотреть возможность о переводе как раз статьи 6.116.1 из разряда частного мнения, хотя бы в частно-публичный. Что достаточно защитило бы в первую очередь граждан, именно потерпевших от домашнего насилия. Спасибо большое, Алексей Викторович. Напоминаю, что мы обсуждали сегодня тему ответственности за семейное насилие. А у нас в гостях был Алексей Запьянцев, заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по краю. А я лишь добавлю в конце, уважайте права других и будут справедливы с вами.